все эти дни внимания местных политических аналитиков было приковано к москве дело в том что в столице российской федерации состоялась встреча российского президента владимира путина с армянским премьер-министром николом пашиняном передает зеркала пока деталях встречи не сообщается но такое впечатление что армянские политики вновь открывают для себя россию до премьер-министра столицу россии посетили спикер парламента министр иностранных дел и министр обороны армении что касается предмета переговоров лидеров двух сторон без сомнения основное место занимало урегулирование карабахского конфликта который искусственно затягивает армянская сторона мы предполагали что центр тяжести переговоров по карабаху придется именно на осенние месяцы но кто мог предсказать что кроме армении соседний ран начнет выступать против азербайджана сейчас ситуация на азербайджан и иранской границы весьма сложная создается такое впечатление что иран недоволен нынешним состоянием карабахской проблемы интересно что раньше когда речь заходила карабахской проблеме иранцы сразу заявляли что проблема может решиться только усилиями региональных государств плюс распространяли такие версии что якобы тегеран не разбрался за решение проблемы но его якобы не поддержала азербайджанская власть сейчас после нынешних выходок ирана проясняется как тегеран пытался решить проблему в особом комментарии нет необходимости все и так ясно ирану не нужен беспроблемный азербайджан плюс по некоторым сведениям за все эти годы наш южный сосед в буквальном смысле грабил оккупированные районы азербайджана печально что подобное происходит накануне обсуждений о создании регионального формата 3 плюс 3 хотя с самого начала было известно что грузии из-за россии не примет этот формат теперь понятно что эти геран не готов к такому региональному сотрудничеству но в иране не учитывают некоторые моменты эта страна выстояла перед санкциями благодаря только поддержки соседей турции и азербайджан за все эти годы не присоединились к санкциям против тегерана иран имеет многовековую историю государственности там наверное понимают что залогом процветания и прогресса любого государства в первую очередь являются отношения с соседями тем более соседи ирана искренне его друзья например баку не раз заявлял что не позволит использовать свою территорию против ирана а как иран реагирует на это тегеран мог бы взять примеру пакистана который в самые трудные моменты особенно во время второй карабахской войны поддержал азербайджан может быть в тегеране думают что азербайджан весьма уязвимое государство иран без особых проблем и сопротивление может оказывать давление на баку но это вовсе не так у баку имеются такие друзья как анкара исламабад и тель-авив последний уже выступил со специальным заявлением что в конфликте с ираном он готов поддержать азербайджан что касается отношений с арменией думается что трудные моменты остались позади до армянские политики могут выступать с реваншистскими заявлениями попытаться вернуть часть освобожденных азербайджанской армии земель но все тщетно это не позволит им даже их самый близкий союзник россия может быть кого-то в армении обнадеживают деструктивные выходки тегерана но такое случается не впервые за 30 лет независимости баку не раз пережил проблемы с ираном теперешнюю напряженность также следует относить к разряду этих событий думается что проблема рано или поздно снимется и между тегераном и баку вновь установятся нормальные отношения этого диктует не только политическая но даже чисто человеческая логика